МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планета стремительно зарастает мусором. Наши отходы наносят непоправимый вред природе. Ухудшают качество питьевой воды, почвы и воздуха, ведут к гибели животных и растений, появлению опасных болезней. Первый шаг на пути спасения планеты – сортировка мусора. Теперь сделать это будет намного проще. 1 августа в Нижегородской области стартует первый этап полного перехода на раздельный сбор мусора. Сегодня все больше людей задумываются о том, какой ущерб природе наносит мусор. Большинство из того, что мы бросаем в урны, это на самом деле материалы, которые можно переработать. Чтобы сократить объемы мусора, который отправляют на полигон, в нашем городе открыты пункты приема отходов, которые будут использованы повторно. Пункты. Есть пункт приема на товарной базе по адресу железнодорожная 9, куда можно прийти и сдать пластик. Также они принимают муклатуру. Есть у нас компания так называемый «Саровский фтормед». Они расположены на шоссе Южном 26. Они принимают муклатуру, стекло, пластик и металл. Что касается батареек, то в Сарове нет специально организованного места их сбора. Возить их нужно в торговые центры Нижнего Новгорода, где стоят контейнеры для этих опасных отходов. А вот с ртутными лампами все гораздо проще. Принимать их обязана управляющая компания у собственников многоквартирных домов. Либо это пункты приема организуются, либо собственник многоквартирных домов обращается в управляющую компанию. На территорию города у нас есть два пункта приема. Центры ЖКХ расположены они на улице Пионерской 22 и на Курчатово 29. 1 августа в Нижегородской области стартовал первый этап полного перехода на раздельный сбор мусора. Сначала во дворах появится контейнер для сбора пластиковых бутылок, а к 1 января 2020 года еще и отдельные контейнеры для бумаги, стекла, металла и текстиля. В правительстве Нижегородской области пообещали, что до конца этого года будут оборудованы порядка 2000 мест накопления отходов, а во дворы закупят 6000 контейнеров и 1000 бункеров для крупногабаритных отходов. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Ушедший июль не порадовал жителей центральной части России жаркой погодой и стал одним из самых холодных летних месяцев за последние несколько десятилетий. В конце июля на русскую равнину пришел арктический воздух Северного Ледовитого океана. Циклон сформировался над архипелагом Швицберген и прошел по северу Скандинавии. Но ненастная погода не испортила настроение сравчанам. Как относятся горожане к природным аномалиям, выясняла наша съемочная группа. Последние июльские дни в куртках и сапогах летнее тепло сменилось на осенний холод. В европейской части России, в том числе и в Нижегородской области, с 29 июля действует циклон, который вызвал редкое явление – ультраполярное вторжение. По данным метеорологов центра ФОБОС, таких явлений не было уже 70 лет. Давайте узнаем, как пронзительный ветер и дождь отразились на жизни сравчан. Поехала сегодня на огород, побыла немножко как-то некомфортно. Привычная погода, в принципе. Холодно и неприятно. Что-то в этом году лето выдалось какое-то нелетнее. Никак не повлиял. Свежо, хорошо. Такая погода больше нравится. А уж лучше джинсы одену и накину что-то, чем буду париться. Хорошо вот сижу, хорошо, уютно. Чуть-чуть потеплее оделся только всего. Если жарко, то так все вяло, не хочется ничего делать, а вот когда такая погода, наоборот, я пробуждаюсь. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. В холодную погоду организма человека не хватает гормона счастья серотонина, который вырабатывается в том числе и от воздействия солнца. Как бороться с хандрой из-за непогоды? Надо работать где-нибудь, заняться чем-нибудь. Вот тогда, можно сказать, скука уйдет. Чай пить зеленый. Друг был как-то в Нью-Йорке, рассказал такую вещь. На остановках довольно много баннеров, и там написано «Не нравится погода, измени ее». Надо настроить на лучшее себя. Надо одеваться теплее, надо запасаться горячими напитками. Пусть пьют побольше витаминов, заряжаются побольше положительной энергией, позитивом и не отчаиваются. Лето скоро будет. Более оптимистично смотреть на жизнь, не расстраиваться из-за такой мелочи, как погода. А пока боремся с холодами и снова ждем лето. По прогнозам синоптиков, к выходным столбик термометра поднимется до 20 градусов, и саровчане снова смогут достать легкие наряды. В погодных аномалиях для вас разбирались Дарья Козина, Константин Островский, служба новостей Саров-24. Жительница Нижегородской области, подозреваемая в систематическом избиении 12-летнего сына, арестована на два месяца. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса. Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица. По версии следствия, женщина систематически избивала своего сына, в том числе хоккейной клюшкой. Вечером 25 июля она связала мальчика, затем нанесла ему несколько ударов клюшкой по телу и ввела ему инъекцию неизвестного препарата. В ходе расследования ей будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Созданный Саровчанами телескоп начал работу и передал на Землю первый снимок. Речь идет об аппарате Артекс-С, который стал частью космической обсерватории «Спектр-РГ», запущенной на орбиту в середине июля. Телескоп разработали в Институте космических исследований РАН, а его изготовлением и сборкой занимали специалисты ядерного центра. 30 июля аппарат сделал первый снимок. Сфотографировал рентгеновский пульсар «Центавр-Х3», находящийся на расстоянии более 18 тысяч световых лет от нашей планеты. Билеты в Саровский драмтеатр начнут продавать уже через неделю. Напомним, сейчас труппа готовит новый 71-й театральный сезон. Он стартует во второй половине сентября. Пока репертуар на первый осенний месяц хранят в тайне. Завесу приоткроют на следующей неделе. Но уже сейчас известно, что примерный спектакль поставят гости из столицы. Московские режиссеры и художники должны приехать в Саров со дня на день, сразу после чего приступят к работе. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждаются люди, оказавшиеся в непростой ситуации. Многодетным семьям из Дивеевского и Первомайского районов требуется помощь в приобретении строительных материалов для дома. Кроме того, на складе заканчиваются детские и взрослые памперсы, впитывающие пеленки, молочная смесь для детского питания. Все это можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улицы Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 и в субботу с 9 до 12 часов. С 22 по 26 июля в университете Иннополис проходил воркшоп «Мит энд Хэк-2019». Воркшоп – это своеобразная рабочая мастерская, где специалист со стажем наглядно показывает суть рабочего процесса и по ходу объясняет все нюансы работы. В этом году темой воркшопа стала разработка приложений для российской мобильной операционной системы. По итогам мероприятия проект студенческой команды Саровского физтеха признан лучшим. Саровский физико-технический институт на воркшопе «Мит энд Хэк-2019» представили студенты факультета информационных технологий и электроники Валерий Дьяков, Алексей Субарев и Алексей Пантелеев. Участники прослушали лекции от разработчиков компании «Открытая мобильная платформа», поучаствовали в мастер-классах и пообщались в неформальной обстановке. Нам представляли саму систему, рассказывали, как с ней работать, как под нее разрабатывать программы. Это такие два плотных дня, где мы чуть ли не 12 часов в сутки обучались. Вторая часть воркшопа была посвящена Хакатону. В течение 48 часов участники создавали приложение для российской мобильной операционной системы «Аврора». Саровчане разработали и представили проект, благодаря которому работодатель сможет отслеживать местоположение сотрудников на карте. То есть если у компании есть множество разъездных сотрудников, таких как, например, курьеры или водители, ей нужно оптимизировать работу этих сотрудников. То есть им нужно следить, добросовестно ли они работают. То есть если, например, водитель использует вот этот корпоративный транспорт в своих личных целях, они должны об этом знать и, соответственно, наказывать за это и оптимизировать таким образом работу. Идея включает в себя административную панель в браузере и клиентское приложение для телефона. Кроме основной функции компания может выбрать сотрудника, создать для него задачу, и она автоматически появится в приложении. После выполнения задания администратору приходит оповещение. IT-технологии – одно из главных направлений САРФ-ЭТИ. Институт поддерживает все инициативы своих студентов. Мы всегда рады, нас импонирует то, что студенты находят какие-то, скажем, области, интересные им за рамками обучения. Если речь есть о катонах, у нас есть сформированная команда. Она достаточно успешно выступает в различных городах. То есть сейчас был Казань, Иннополис, до этого был Саров. Они также выступали в Обнинске, в Москве, в Нижнем. По результатам казанского воркшопа проект студентов физико-технического института признали лучшим. За успехи в программировании ребят наградили дипломами и призами. Федеральное агентство по регулированию и метрологии разработало национальный стандарт по фотографированию новорожденных. Документ был опубликован на сайте Росстандарта несколько недель назад и официально должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Но требования ведомства к проведению фотосессии младенцев вызвали волну критики и документы отправили на доработку. Анна Лебедева увлекается фотографией более 7 лет. Сначала фотографировала практически все. Со временем стала отдавать предпочтение съемке детей, в том числе и новорожденных. Появившаяся в сети интернет информация о введении ГОСТов на съемку младенцев, ее как фотографа с одной стороны обрадовала. Значит, эта сфера деятельности востребована. Но некоторые требования вызвали у нее сомнения. Это то, что фотограф должен раз в год, по-моему, повышать свою квалификацию. Вопрос, в каких учреждениях, где эти учреждения у нас в России есть, непонятно. Требований к фотографу, оборудованию и месту съемки в документе много. Фотограф должен быть старше 18 лет, несудимый и с медицинской книжкой. Реквизит должен быть изготовлен из гипоаллергенного материала. Также прописаны требования к температуре воздуха в помещении санитарной обработки. Анна считает, что большинство требований фотографа соблюдают априори. Сама перед съемкой я стараюсь дать рекомендации. Я отправляю рекомендательное письмо, где прописаны все пункты, какие родители должны выполнить для того, чтобы съемка прошла хорошо. Обязательными условиями являются температура в помещении. Я прошу подготовить элементарные средства гигиены для малыша, пеленки одноразовые. Если пупочек не зажил, перекись и ватные палочки. Мария Ирунич, как мама малышки Майи, считает, что большинство пунктов, прописанных в гости, действительно важны, так как направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка. С другой стороны, соблюдать строгие госты смогут далеко не все частные фотографы и студии. А те, кто выполнит все условия, непременно поднимут стоимость своих услуг в разы. К тому же наличие таких жестких требований, как постоянное повышение квалификации в этой съемке и обязательно наличие медицинской книжки, я считаю, и так сократит количество фотографов в нашем городе, по крайней мере, которые занимаются вот этой съемкой. Новые требования должны вступить в силу с 1 января 2020 года. В связи с большой волной негативных отзывов по ГОСТам для фотосъемки младенцев, документы отправили на доработку. Ученик 10-й школы стал победителем международного конкурса «Идеи, преображающие города». Всего на конкурс поступило более 700 работ из 73 регионов России. За победу в номинации благоустройства дворов, в том числе для людей с ОВЗ, Артем и Белавина наградили путевкой в молодежный детский центр «Артек». Торжественная церемония состоялась в здании Совета Федерации в Москве. Представьте себе двор вашей мечты. Что там будет? Качели и игровые комплексы для детей, мощеные дорожки и зеленый газон. Основываясь на пожеланиях сыровчан, Артем Белавин создал проект «Идеального двора», который пришелся по душе и жюри международного конкурса «Идеи, преображающие города». В номинации благоустройства дворов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, его работа благоустройства дворового пространства заняла первое место. Было сложно осознать то, что ты победил, потому что я уже сидел в зале, в Совете Федерации уже назвали второе место, третье место, осталось только первое. И я уже расслабился, выдохнул то, что все, можно спокойно дышать, за участие ехать домой. И тут первое место Белавина, Артем, город Саров. И вот, это было неожиданно. На разработку проекта благоустройства дворового пространства у молодого человека ушло более трех месяцев. Он придумывал эскизы, советовался с опытными товарищами и проводил опросы среди жителей двора и близлежащих домов. Выслушивали их мнение, что они хотят видеть на данной территории, какие мафы, какие горки, скамейки, клумбы и так далее. И уже исходя из их желания, из их мнения, учитывая еще финансовую сторону, сколько у нас денег есть, сколько нужно, мы преработали несколько вариантов. Конкурс «Идеи, преображающие города» в России проводится во второй раз. Он направлен на поддержку талантливой молодежи, которая активно участвует в создании проектов благоустройства городской среды. Всего в конкурсе приняло участие более 700 работ из 73 регионов России. Конкурс проходил в два этапа, первый заочный. В нем участникам необходимо было отправить фотографии и описание своей работы, после чего компетентное жюри отобрало лучших. В финал конкурса прошли 142 участника. Защита проходила в течение пяти минут. Нужно было подготовить презентацию, показать макет и работу защитить уже при экспертах. В состав экспертов входили лучшие архитекторы России, которые имеют огромный опыт по благоустройству территории. За победу в международном конкурсе Артему вручили диплом и путевку в Международный детский центр «Артек». Туда молодой человек отправится в начале декабря. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok